Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Открытый диалог». С вами Елена Михайлова. И сегодня у нас в гостях в студии Виктор Юдаев, начальник управления здравоохранения администрации Люберецкого района. Виктор Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В последнее время на самых различных уровнях власти много говорят о серьезной модернизации здравоохранения. В этом плане, как выглядит Люберецкий район на фоне других районов и в общем? Люберецкий район, здесь, конечно, у нас система здравоохранения очень развита, большая система здравоохранения. Причем, даже несмотря на то, что мы находимся рядом с нашей столицей, с Москвой, рядом клиники московские, поэтому мы стараемся также развивать свое здравоохранение, я могу сказать, что в последние два года у нас идет как-то планомерное, пошаговое развитие здравоохранения. Конечно, учитывая, что район специфический, находится рядом с Москвой, здание у нас старое, есть здание 1910 года в Октябрьском, ЛРБ-2, здание 1935 года, 1914 года, в Красково тоже больница, первая больница тоже старое здание, поэтому у нас, конечно, что сейчас 11-12 год идет модернизация, и то, что нам выделили денежные средства, это, конечно, идет плюс огромный, то, что мы сможем восстановить, вернее, уже что-то восстановили, какие-то отделения провели ремонты, и, соответственно, в этом году будем еще делать. В 11-м году было израсходно 290 миллионов на ремонт. Ну вот давайте подробнее коснемся, по каждому моменту пройдем. Сколько средств было выделено в 11-м, сколько освоено, сколько ожидаете, и на что планируете потратить? Могу сказать, всего в области было выделено 25 миллиардов. Это на все районы Московской области, плюс на государственные учреждения здравоохранения, в том числе два института, маньяки и маньяк, плюс перинатальный центр и Московская областная клиническая больница. Общая сумма 25 миллиардов. Из этой суммы Люберецкий район, мы получили ремонт и оборудование, составляет около 900 миллионов рублей. У нас 450 миллионов будет истрачено на ремонтные работы. В прошлом году мы закончили ремонт ЛРБ-1 Краскова, ЛРБ-2, это наша центральная районная больница, как так называют, и ЛРБ-3, это роддом и детская больница. Было израсходно 290 миллионов, где были проведены ремонты в ряде отделений. Они уже завершены? Ремонты уже все завершены, но оплата еще не совсем прошла. По первой больнице мы еще не заплатили около 8 миллионов. Не отдали денежных средств. Будет заседание правительства 26 июня. Там должно решить правительство Московского областа, решить вопрос, как эта система будет дальше проходить оплата. Это создает проблемы, кстати? Это создает проблемы, конечно. У нас также оборудование получено на 170 миллионов, уже получено оборудование в прошлом году, мы еще не рассчитались за него. Тоже вот 26 будет решение июня, решение правительства Московской области, мы начнем тогда рассчитывать с долгами. Уже фирмы обращаются к нам с исками, требуют с нас деньги, чтобы мы заплатили, но мы не можем отдать, так как их нет. Но оборудование стоит уже. То есть, если вот сейчас прийти к тому, что 290 миллионов произведен ремонт, на 172 миллиона мы получили оборудование. То есть, в общей сумме уже 460 миллионов у нас получается. Плюс в этом году мы также будем проводить ремонты. Это уже будут поликлиники ЛРБ-1, ЛРБ-2, ЛРБ-3. Это будет в пределах 130 миллионов рублей. Будет израсходан здесь не только федеральные деньги, но и софинансированные за счет муниципального бюджета. То есть, администрация Люберецкого района также выделяет денежные средства, участвует в этой программе. Смотрите, одно уточнение. Вы сказали в самом начале, здание есть 910 года, 14-го года очень старое. Скоро 100 лет, век. И при этом вы говорите слово ремонт, не строительство. То есть, строить нельзя? Понимаю. Да, конечно, в идеале, вот мое мнение, в идеале, в Люберцах нужно построить больницу. Ну, здесь обращения несколько писали, там и президенту, вот лучше бы в Люберцах построили. Я сам прекрасно понимаю. Сделать в Люберцах тысячукоечную больницу идеальный вариант был бы. Но данные денежные средства выделялись только на капитальный ремонт и текущий ремонт. Мы не имели права строить на проектные работы и плюс на новое строительство. Поясните, почему? Так вот записана в программе модернизации решения правительства Российской Федерации. Мы могли бы строить, вернее, достраивать. Если бы у нас был какой-то объект построен за счет областных денег, муниципальных денег, и где его готовность была 80%. Вот эту долю 20% мы могли бы достроить за счет федерального бюджета. Но у нас не было таких объектов, у нас нет бы проекта, соответственно, мы занимались капитальным ремонтом. Скажите, пожалуйста, вот как специалист по результатам ремонта, как вы можете сказать, это частично решило проблему? Проведенные ремонты в ЛРБ-1, ЛРБ-2 и так далее? Я считаю, если вы посмотрели бы, вот у нас есть фотография, я могу вам показать, в каком состоянии находились лечебные учреждения, просто в ужасном состоянии. И мы провели ремонт, да, теперь, например, в детскую больницу приятно зайти. У нас также отремонтирован красково-терапевтический корпус. Да, он старый корпус, я еще раз говорю, я готов, можно было его снести и построить новый, но это затраты были в разы выше. И также вот больницу Ухтомского, то есть ЛРБ-1, также провели ремонт. Мы сделали хороший ремонт в онкологическом отделении, где больные теперь находятся, достаточно тяжелые больные, группа тяжелых больных, которые находятся в человеческих условиях. То есть не стыдно туда больной, когда придет, ложится, может лежать, находиться там. Но проблема остается, нужна мебель. На мебель в программе модернизации нет денег. Ну, администрация занимается этим, я думаю, что все-таки в этом году изыщут какую-то энную сумму денежных средств, чтобы мы купили мебель для наших лечебных учреждений. Из каких источников финансирования реальное всего получить средства на мебель? Потому что мы живем реально. Средства на мебель только за счет муниципального бюджета. Это реально? Больше, но вот руководство города, района нам обещает, что решат вопрос с выделением денежных средств на приобретение мебели. Причем я могу сказать, что и глава города, и Ирина Геннадьевна, они этим вопросом вплотную занимаются. И я думаю, что все-таки в этом году этот вопрос будет решен. Но мы также изыскиваем спонсорскую помощь. И также уже мебель, где-то мы уже поменяли мебель. За счет спонсорской помощи. Виктор Николаевич, на очереди какие объекты, лечебные объекты, которые ожидают своей участи на модернизацию? На ремонты. Да, на ремонты. Сколько в рамках модернизации здравоохранения и сколько средств планируется будет, что выделено? У нас в пределах пока на данный момент, я могу сказать, будет около 130 миллионов. Это поликлиники. Там поликлиника у Вечного огня наша, можно сказать, центральная поликлиника. Плюс женские консультации, плюс поликлиники в первой больнице. Это Малаховская поликлиника на МЭЗе, которая находится на заводе, большая поликлиника. Ее та же. На птицефабрике поликлиника. То есть, в 2012 год у нас будет затронуто только поликлиническое звено, наша амбулаторно-поликлиническая сеть. И плюс мы в 2012 году должны получить оборудование, тяжелое оборудование, так называемое. Это пять рентгеновских аппаратов, которые будут в поликлиниках находиться. Вы знаете, что у нас рентгеновские аппараты не менялись многие годы. Они достаточно старые уже. Есть аппараты еще, могу сказать, 20 лет, которым уже, а может даже больше есть аппараты. Поэтому будем рентгеновские аппараты поменять. И самое главное, что мне нравится и приятно для меня и для жителей будет, конечно, Люберецкого. Не дай бог, конечно, заболеть этими заболеваниями. Мы меняем полностью оборудование в радиологическом отделении. То есть в отделении, где находятся больные с онкологическими заболеваниями. Но опять они такие тяжелые больные, они все-таки должны находиться в нормальных условиях. И второе, вот в этом году мы сейчас открываем свой муниципальный диализный центр. Да, он небольшой пусть. Это для лечения больных с хронической почечной недостаточностью. Это в поликлинике больницы Ухтомского. Он на первом этаже. Хотя здесь мы давно его открыли уже, но масса проблем идет. Учитывая, что это здание, жилой дом. На первом этаже находятся поликлиники. Там мы делаем диализный центр. Но вот люди жалуются, что вот это не так, то не так, шум будет. В принципе, я считаю, что они не понимают того, что какие будут больные находиться здесь. Тяжелейшие больные. Правильно я понимаю. Вы говорите о том гемодиализном центре, о котором вел речь губернатор Шойгу. Нет. Губернатор, это мы муниципальный центр открываем. Это за деньги нашего муниципалитета. Деньги выделили наш муниципальный бюджет. Мы получили искусственные почки за счет областного бюджета. Нам передали не с баланса на баланс область. Плюс муниципальный бюджет нам оплатил расходные материалы. Частично пока. И плюс нам оплатил там кресло специальные, расходные материалы. Мы уже, например, я могу сказать, впервые в Люберецком районе уже один диализ провели на базе второй больницы. Лицензию мы также уже получили. И вот будет у нас муниципальный диализный центр. Ну, на территории второй больницы, ЛРБ-2, будет построен диализный центр. Компания, немецкая компания будет строить. Он на 35 человек в смену. То есть, он может быть обслужен в день, если в три смены, он будет где-то 105 человек обслуживать. Больше 100 человек. Больше 100 человек, да. А вообще, если считать два дня, то он где-то может 210-200... От 200 человек до 250 может обслуживать. То есть, пришел больной, получил услугу. Четыре часа пришел, получил и ушел, и может пойти на работу даже. А сейчас у нас около 50 больных, которые мы увозим по всем городам Московской области, где у нас берут. У нас не хватает диализных мест. Если взять на количество жителей, у нас где-то надо около 120 диализных мест должно быть. Насколько я знаю, изначально сроки были на несколько лет больше, сроки открытия этого центра, о котором вы говорите. Современный центр на 35 человек, да? Ну да. А потом сроки были сокращены с указанием Шойгу, правильно? Да, Сергей Кужугетович, когда он до 17-го года... Эта программа вообще не только любит. Ну, мы первые стоим в открытии центра до 17-го года. Ну, Сергей Кужугетович сказал, что надо срочно делать, и до 15-го года мы должны в Любер... Не только в Люберецкий центр, но еще ряд центров будет закрыть, и чтобы этот вопрос был решен. То есть, в течение двух с половиной лет вопрос с оказыванием помощи диализным больным будет закрыт. Финансирование областное? Это областное финансирование, это дорого. Один больной, могу сказать, один сеанс больного примерно, вот сейчас по расценкам по-настоящему, где-то около 4-4,5 тысячи рублей. Но средства обещаны на открытие центра, на строительство, на создание? Да, это государственное частное партнерство будет, то есть строить будут иностранные компании, и плюс расходные материалы будет покупать Московская область. То есть, мы, соответственно, выделили помещение, не помещение, а выделили землю, на которую они будут строить. И плюс, я хочу сказать, здесь огромный плюс, я считаю, что в Люберцах появится, вот если данный центр открывается, около от 50 до 65 рабочих мест. Безусловно. Конечно. А вообще, Виктор Николаевич, если говорить о больных, с одной стороны, для Люберецкого района это очень актуальная проблема гемодиализная, вот услуги? Вот на данном этапе у нас это просто страшная проблема. Я не знаю, почему вот этой проблемой не занимались, у нас больше всех больных, диализных больных. 50 человек, вы понимаете, мы возим больных, мытищи, коломны, маньяки. Ясно, что нам выделяют часы, время выделяет ночное. Это ночью надо отвезти больного, потом надо забрать. Ну, соответствующие проблемы. Тяжелейшие, конечно, тяжелейшие проблемы, и причем некоторые молодые люди, если бы они были, вот в Люберцах у нас сделали, они бы могли с 8 утра до 12 получить диализ, потом можно было идти на работу даже. Или как-то по укороченному рабочему дню работы. То есть, они не выброшены были бы из общества. А так, получается, что это люди, они просто, мы не знаем, куда их девать, честно говоря. Вот договариваются постоянно, у нас каждый день или через день идет, стоит вопрос, куда больного везти. Ну, то есть, с другой стороны, создание такого центра современного, о котором говорил Шойгу, создаст, как вы уже отмечали, рабочие места. Что касается кадров рабочих мест. Сегодня Люберецкий район, в пример, другим районам может позволять себе решать проблему нехватки медицинских кадров за счет приглашения этих кадров из других районов, регионов, областей России. Благодаря чему вот в таком приоритете район находится? Приоритет один, выделяют жилье. Вот последние два года достаточно много выделяется жилья, администрация Люберецкого района выделяет жилье для работников системы здравоохранения. Но мы стараемся, конечно, выделять жилье в основном врачам. У меня, вот, точка зрения, надо, чтобы в основном стараемся, чтобы семейные пары, семейные пары брать на работу. Вот к нам сейчас приезжает, есть количество, много врачей приезжают, которым мы выделяем жилье, коммерческое найм или служебное жилье. Пока служебное жилье выделяем, они приезжают на работу с удовольствием. Второй играет роль, конечно, заработная плата. У нас заработная плата выше, конечно, чем ближняя, там, Рязанская область или Тверская область, или Мордовская, Мордовия, Республика Мордовия. Потом из Калмыкии сейчас приезжают. Ну, второй у нас вопрос стоит, чтобы, конечно, мы выделяем жилье, надо приглашать, конечно, вот сейчас у нас с точкой зрения приглашать квалифицированных врачей. То есть кто-то же занимается мониторингом, да? Да, мы берем, приезжаем, беседуем, но они приезжают, присылают нам резюме. Мы читаем, смотрим, потом приезжает человек, начинаем с ним беседовать и решать вопрос, берем мы на работу или не берем на работу. Ну, и единственная сейчас, конечно, ситуация в том, что у нас огромная проблема с терапевтами, педиатрами. И поэтому здесь уже, конечно, честно говоря, не до выбора. Приехали, надо брать на работу, потому что обеспеченность участковой службы у нас составляет где-то 50-55%. Но если от этого количества взять еще там пенсионеров, то у нас получается реально молодых. Половины не хватает. Половины не хватает, даже больше. Помимо приглашения специалистов из других регионов, как-то еще планируете решать ее? За счет чего-то еще, каких-то других? У нас, вот мы заключили договор с Рязанским мединститутом, я могу объяснить, уверен, университет, почему с Рязанским. Все-таки московский вуз заканчивает, ноги остаются в Москве, не едут уже. В Рязанске. Вручь из такого же региона равного примерно, да? Конечно, проще, вот мы в Рязани сейчас договорились, будут поступать туда наши студенты, вернее, абитуриенты, которые, я надеюсь, станут студентами. Причем они очень хорошо нас встретили, мы ездили в Рязанский медицинский университет, причем он достаточно хороший университет. И близлежащий регион. Да, и я думаю, все-таки, учитывая зарплату в Рязани, в Рязанскую область ниже, чем в Люберск, все-таки они будут возвращаться сюда на работу. Из Москвы мало кто возвращается. А вообще приглашение специалистов из других регионов окупает себя в результате? Я думаю, окупает, конечно. А как больных обслуживать? Больных невозможно обслуживать. Мы можем сейчас, если мы не будем приглашать врача, мы просто приведем к тому, что в Люберсах будут работать только частные центры. Все. И больным надо ходить в частные центры. Так же, как я говорю с лабораторией, мы решили вопрос с лабораторией. Надеялась, конечно, но не полностью решили. Лабораторию поставили за счет Фонда обязательного медицинского страхования, средств Московского областного. Но она уже не обеспечивает наши больницы. Хотя это хорошая... Какой лабораторией идет решение? Это лаборатория, биохимическая лаборатория фирмы «Бэкман», американская, одна из лучших в мире. Но она не обеспечивает количество потребностей больницы. То есть не хватает? Не хватает. Вот сейчас мы занимаемся этим, просим исполнительного директора областного фонда, как нам оказать помощь, чтобы решить вопрос приобретения данного еще оборудования. Виктор Николаевич, смотрите, в последнее время много было информации о том, что с будущего года в России, Россия перейдет, я цитирую, на обновленные стандарты лечения. Что это значит? И что-то подобное уже существует? Может быть, какие-то наработки уже постепенно запускаются? Ну, у нас уже в 2012 году, сейчас мы работаем по федеральным стандартам, вы имеете в виду федеральные стандарты. Да, федеральные стандарты. Да, федеральные стандарты. Но, честно сказать, вот они еще сегодня, только у нас была тарифная комиссия, они еще некоторые стандарты срывены. Вот мы выделили образный пример на детскую больницу. Федеральный стандарт лечения перелом ключицы. Нам надо заработать такую сумму денег. Ну, вот у нас за полгода ни одного человека не было с переломом ключицы. То есть деньги остаются. Не угадаешь. Или болезнь крови, болезнь кишечная. Тоже ни одного больного нет. Но есть у нас больные, находятся в детской больнице, тяжелейшие больные, которые находятся в реанимации уже по два года, находятся там с генетическим заболеванием. Мы с ними, вот я в прошлом году могу сказать, полгода занимались, чтобы получить какие-то деньги. Мы все деньги не возвращаем, но хотя бы вот в этом году мы вышли, нам примерно за них оплачивают где-то процентов 70-80. А то мы вообще получали копейки. Давайте поподробнее о чем вы сейчас говорите. Я говорю о том, что федеральный стандарт – это дополнительная плата. То есть если мы выполняем какой-то стандарт лечения, например, давайте инфаркт миокарда возьмем. Он стоит столько-то, да? По затратам. Да, он по затратам. Там надо правильно оформить документацию, правильно оформить историю. Четко по стандарту пролечить больного. Вот в этом году, например, стоит инфаркт миокарда, стоит лечение больного где-то в пределах, ну я чуть-чуть могу ошибиться, где-то 43-45 тысяч. И сюда мы должны включить зарплату медперсонала, лекарства, правильно я понимаю? Вот это все включается в стандарт, чтобы было понятно. Вот эта сумма. В следующем году он будет стоить где-то 65 тысяч. Опять же, это на рефляции. Повышается. Но вот считаю, что, ну если образно сказать, если, например, зарплата в следующем году планируется повышение медицинским работникам на 30% с 1 января 2013 года, значит, соответственно, вот эти, которые стандарты, как бы называются обновленные, они должны увеличиться с суммой, ну минимум на 30-40%. Это только с учетом одной зарплаты, да? Одной зарплаты на 40% должны увеличиваться, учитывая, что налоги еще заплатят. Должны увеличиваться. Поэтому, я считаю, это, например, узкие специалисты на дополнительные деньги, зарплату получают дополнительно за счет того, что введены вот эти федеральные стандарты. Это тоже плюс, конечно, для врачей. Но здесь опять узкие врачи, узкие специализации, там, эндокринологи, там, неврологи в поликлиниках, они всегда получали меньше участковых терапевтов. Теперь здесь вторая ситуация. Здесь теперь участковые терапевты будут получать такую же зарплату, как и узкие специалисты. И тоже надо что-то думать, как-то поднимать зарплату участковым терапевтам. Всегда первичный звено это участковый терапевт. И, в принципе, если взять, например, за границей, там больной идет сразу только к участковому терапевту идет. Потом уже участковый терапевт решит, направлять его на консультацию или нет. У нас же вот я пришел в поликлинику, а я хочу сразу к эндокринологу, а я хочу сразу к неврологу. Ну, хочу это не должно быть хочу. То есть, у нас разные бывают? Разные ситуации. Нет, но все равно. Но есть стандарт. Стандарт должен. Вы должны прийти к участковому терапевту, он должен решить вопрос. Нужно вам сегодня на консультации или не нужно? Тут много вопросов о квалификации, уровня. Согласен, согласен. Согласен, согласен. А еще мне и говорю, да? Согласен. Некоторые терапевты, может быть, он и сам решит вопрос, некоторые не решит вопрос. Ну, если мы так будем, вот всех я хочу туда, я хочу туда, у нас-то не хватит узких специалистов. Узкий специалист же рассчитывается на большое количество населения. Например, ставка эндокринолога, там надо население, чтобы было около 25 тысяч, 30 тысяч населения. Ставка одна. А у нас, я считаю, достаточно врачей, вот данной специальности, но они все загружены очень. Скажите, Виктор Николаевич, а в общем, понятно, что сейчас еще тарифы сыры, да, что нужна дальнейшая проработка, что касается тарифов обновленных, да. В общем, вы как оцениваете, больше пользы будет от введения таких обновленных, так называемых? Стандартов. Стандартов. Пользы будет больше, если будут стандарты, если будут нормально разработаны, если уменьшится количество бумаг, которые врач будет заполнять. Это же идет поток отчеты, отчеты одни, он только должен писать. Вот стандарт, за каждый стандарт надо еще массу написать бумажек, чтобы нам эти деньги оплатили. Причем у нас же масса, большое количество проверяющих, которые каждый находит какую-то ошибку, врач не то, что как он пролечил больного. А что он вдруг не так записал. Все, эти деньги могут снять. А вот в этой программе заложено, что на кого будет приложена эта ответственность за дополнение бумажек? Ну, вообще, должна быть модернизация, также информатизация пройти. Должно все компьютеризировать. Пока у нас в Московской области этого нет. Есть отдельные, вот у нас есть, у нас где-то обеспеченность компьютером вставляет где-то в пределах 50%. Но у нас нет еще схемы всей, как работать это должно быть. Ну, вот если будет, прекрасно пройдет программа информатизации, в программе модернизации, то, может быть, да. Может быть, будет проще все. Будет стандарт, на стандарт будет, образно сказать, шаблон, и все, врачи будут быстро заполнять тогда. Ну, врачи или операторы будут сидеть. Скажите, Виктор Николаевич, в этом году, профессиональный праздник, День медицинского работника, вы встречались с большим оптимизмом, чем раньше? Года 3-4 назад. Ну, я здесь работаю третий год. Я считаю, что вот там, когда я пришел на работу, конечно, я был, честно говоря, в ужасном состоянии. Это здравоохранение, когда я посмотрел в Берескаре, не знал. Ну, сейчас да. Ну, мы видим это, что у нас какие-то произошли изменения. Даже вот вы говорите о модернизации. Например, не было флюорографического автобуса, обследование больных с туберкулезом куда-то. Сейчас мы получили, вот Минздрав нам выделил, Министерство здравоохранения Московской области на базе КАМАЗа. Мы получили новые скорые, практически мы парк обновили. Получили реанимобили, шикарные реанимобили. Интересно посмотреть. Они уже вышли на линии? Да, они вышли на линии. Я считаю, отличные машины, где можно больных возить на аппарате. В любом состоянии больного мы можем в любую клинику города Москвы довезти сами. Не надо будет вызывать кого-то, просить. Нет у вас машины или там у вас есть машины. То есть, мы можем сами взять для ребенка, если его берут, конечно, они госпитализировать. Какие-то еще другие позитивные изменения вы бы отметили, в первую очередь, за последние годы? Ну, за последние, я могу сказать, то, что у нас, во-первых, количество врачей прибавилось. Есть достаточно нормальные врачи, хорошие врачи, можно так сказать, звездочки. Плюс у нас идет, сейчас вот мы отделение многие привели в порядок. Но не многие. Вот по моим подсчетам, я говорю, чтобы привести вот старые эти здания, все, я говорю, 10-е, там, 14-35-е годы. 1910-й год. Да, я считаю, что нам нужно около миллиарда, миллиард двести. Ну, вот у нас будет 50% от этой суммы. Ну, и то хорошо, мы что-то приведем в порядок, что-то будем там поэтапно делать, еще приводить в порядок. Я считаю, это тоже хорошо. И, конечно, что мы получаем много высококлассного оборудования. В том числе в детскую больницу у нас в этом году будет поставлен магниторезонансный томограф для детей. Для детей? Да, он тоже необходим. И плюс у нас будет открывается региональный центр, будет на базе второй больницы, сосудистый. Там у нас тоже будет компьютерный томограф, будет уже бюджетный, будет наш, будет. Это что значит? Государственный будет, не частный будет, а будет государственный. Что это значит для пациентов? Для пациента, то есть он не будет частником, они будут ходить, платить деньги, а он будет государственным. Но опять я говорю... Он тоже будет платить деньги государственные? Нет, это государственный будет. Но там, правда, больные будут по показаниям делать. Если вот неврологические больные, у нас их очень много, между прочим, больных. Неврологические? Неврологические, конечно, очень много. Да и во всех странах мира очень много неврологических больных. А в России тоже много. Население стареет. Все, количество неврологических больных увеличивается. Количество инсульта увеличивается. Поэтому мы делаем, будет у нас сосудистый центр на базе второй больницы. Почему? Там, во-первых, кардиологи рядом, реанимация рядом. Причем я могу сказать, что реанимация сейчас во второй больнице. Я могу точно сказать, она одна из лучших будет у нас сейчас в Московской области. У нас там мало больниц, где у нас там стоит искусственная почка, наркозно-дыхательные аппараты, и аппарат стоит для выведения из интоксикации больных. Я, например, не знаю лично, где вот в таких центральных районных больницах или там в городах вот так оснащена реанимация. А я вот вспоминаю, когда поздравляли Ваших коллег, вас в том числе, с профессиональным праздником, это было совсем недавно, глава города Люберцкий, города Люберцкого района отметил, что очень многие пациенты из близлежащих районов приезжают лечиться в Люберцкий район. Действительно так? Да, но у нас и мы сделали в этом году, у нас были раньше отделения областного уровня. Московская область чем отличается от всех городов, вернее, областей Российской Федерации? У нас нет Московской областной больницы. Нет. Есть, вот все говорят, вот манеки, да, манеки, но это институт. Там где-то 40% занимаются наукой, 60% лечат больных. Он не такой большой, чтобы для госпитализирования всех. Там, во-первых, определенное количество, где-то 30-40% больных идет по теме, по тематике. Там занимаются наукой люди. И поэтому нет областной больницы. У нас другая структура, есть отделения, проравленные к областному уровню. То есть, другая плата идет более высокая, чем отделения простые, как они раньше назывались. Хотя они тоже отделения, но просто статус областного уровня. Но там должна быть ситуация, больных должно быть 50 плюс 1. То есть, выше 50% должно быть иногородних больных. Они у нас и так, отделения так же работали. Но вот пока не решилось, сейчас мы этот вопрос решили. Мы открыли еще одно, челюстно-лицевую хирургию, никогда не было в Люберске. Мы открыли это отделение челюстно-лицевой хирургии. У нас в проекте есть, вот 13-й год откроется, когда в новом микрорайоне мы стремимся делать стационар, сделать место при клинике, открыть гастроэнтерологию, пульмонологию. Потому что тоже очень много больных с гастроэнтерологическими заболеваниями. Гастроэнтерологическое отделение нужно, необходимо. У нас большое количество больных таких. С такими, с данными диагностями. Специалисты тоже приглашены из других регионов? Ну, у нас есть гастроэнтерологи, есть, причем есть хорошие врачи у нас. Просто нет отделения. Ну, как пример, да. Ну, у нас есть нормальные врачи есть. Очень ирудию. Есть, у нас же много в Люберсах врачей, которые постоянно учатся. Врачи должны учиться постоянно. Учитывая, да, сейчас там в интернете можно почитать, но где-то. Но они стараются ездить куда-то на специализации. Лучшая учеба врача – это практика? Нет, практика, практика, но нужно тоже получать дополнительные знания. Это безусловно. В медицине же, наверное, как, я не знаю где, как, наверное, ну, закон Эйнштейна, он был и остается, там, или какой-то еще закон физики. Но у нас же постоянно все меняется. О каком законе выговариваете? Новый препарат, ну, закон относительности, там, какой-то еще закон. Он же сколько лет уже законом? Но они остаются? Безусловно. Да. Их никто не отменял. Их никто не отменял. А у нас же постоянно препарат один, потом раз поменялся, там, бактерия, вирус поменялся, новый препарат нужен. Врачи должны знать. Да, это безусловно. Должны следить за этим. Если врач не будет ездить на специализацию, я считаю, там, 2-3 года, уже все, он отстанет полностью. Безусловно. И поэтому, я почему говорю, что нужны врачи более-менее молодого возраста, которые более могут ездить куда-то, слушать, смотреть. У нас многие врачи стараются ездить. Остается пожелать, Виктор Николаевич, чтобы у врачей было побольше возможностей повышать свой профессиональный уровень, чтобы у них было побольше профессионального оборудования, а обычным людям поменьше болеть. Да, но у нас болеют. Я могу сказать, если у нас посещают поликлинику, 3 миллиона, в прошлом году 200 тысяч. Это много в сравнении с другими? Да, если средний показатель по России 9,9, вот, образно сказать, у нас должно быть, если у нас 280 тысяч населения, 264 по переписи. Или у нас население намного выше, или у нас болеет больше. Я считаю, что у нас население больше. Я считаю, что по нашим прописанным у нас население далеко за 300 тысяч. В районе? В районе, ну, город, район. Город, район. Город, далеко за 300 тысяч. Но не могут быть, чтобы у нас был посещаемый с одного жителя около 14, когда по России 9,9. То есть, так показатели выше? Намного выше. Я считаю, население больше просто. Сейчас у нас будут вот новые, что в законе будет, то мы будем оплачивать, нам будут по количеству прикрепленного населения. По участку? По количеству прикрепленного населения. Вот в поликлинике прикрепленного поликлиники 10 тысяч человек, то есть, на 1750 разделить, значит, только у нас участков, например, 6 участков. Они будут получать зарплату за 6 участков. Будет у них 25 тысяч, там 17,5 тысяч, то есть, 10 участков, будут получать за 10 участков. От количества прикрепленного населения. Я думаю, шаг даже лучше, наверное, будет все-таки. Потому что многие же, у нас сейчас вот за последний месяц, где 30% получили полизы медицинского страхования, не прописанные в Коломне, в Люберцах, но они проживают в Люберцах. Ну да, очень много приезжих. Да, очень много. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться далее события. Надеемся, что в лучшую сторону. Виктор Николаевич, я благодарю вас за участие в нашей программе. А вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня в гостях в программе «Открытый диалог» был Виктор Николаевич Юдаев, начальник управления здравоохранения администрации Люберецкого района. С вами была Елена Михайлова и программа «Открытый диалог». До встречи.